Предметов для гордости много, начиная от предстоящей Олимпиады, заканчивая победами наших на чемпионатах мира и ближайшего проведения чемпионата мира по футболу в России. И есть много чем гордиться, но вопрос в другом, что последние 20 лет у людей не создавалось, так сказать, картины будущего. То есть люди жили теми проблемами, которые их окружали. Или вот у меня зарплаты нет, или вот у меня пробки, или еще что-то. А когда человеку говорят, ребята, мы идем вот туда-то, и через 10 или через 20 лет у нас будет страна, которая будет летать на космических самолетах, так сказать, и передвигаться исключительно по воздуху, и все мы будем жить в лесах, так сказать. Тогда у людей возникает образ будущего, и люди по-другому начинают относиться к миру и к тому, как они живут, понимаете. Вот многие говорят про 30-е годы, говорят, ах, какой был плохой Сталин. А если вы почитаете мемуары людей, которые жили в 30-е годы, то вы увидите не какую-то страшную картину репрессий или что-то, вы увидите картину, где люди строят свое будущее. Где каждый день у людей что-то происходит. Строятся новые проспекты, которые мы до сих пор видим в Москве. Строятся новые здания. Строится новая жизнь, новая страна. И люди этим жили. У нас сейчас люди живут прошлым, люди живут ощущением, а вот как было хорошо в Советском Союзе и как плохо мы живем сейчас. Я думаю, вот это очень важная такая штука, образ будущего для целой страны, не только для каждого человека, а для всей страны.